Творог При температуре 65 градусов и пастеризованное молоко по трубам поступает в главную ванну, иначе это не назовешь. Где это происходит? Таинство рождения творога. Закваску ту самую, которая всегда во всех деревнях использовалась для приготовления творога, сметаны, кефира. Вот. Старая, добрая бабушкина закваска. Написано, посторонним не входить. А я же не вхожу, я выхожу. В молоко добавляются сливки, то есть жир. И от этого творог будет либо обезжиренный, либо 20-процентный, либо 40-процентный. Количество сливок определяет процентность жира молока. Добавляется это здесь при температуре сквашивания. Все это наливается в этот чан. Порядка 35 градусов это молоко. И дальше в подогретую смесь добавляют сычужный фермент. Сычужный фермент находится в желудке телят, который помогает телятам переваривать и расщеплять молоко. Вот его тоже сюда добавляют и перемешивают, оставляют в покое на 12 примерно часов. Когда это окончательно все заквасится и превратится вот в такую красоту, берется вот такой вот прибор, нож и проверяем сгусток на излом. Внимание. Видите? Я не знаю, хорошо это или плохо, но, по-моему, сгусток изломился. И там внутри даже сыворотка появилась. Все. Я считаю, что из этого уже можно начинать делать творог. Попробуйте выговорить скороговорку. Сыворотка из-под молока, сыворотка из-под простокваши. Сыворотка из-под молока, сыворотка из-под простокваши. Попробуйте это выговорить. Потому что то, что это сыворотка из-под творога, выговорить очень легко. Заквашенный готовый творог из этой ванны наполняется в такие красивые лавсановые мешки и кладется вот в этот самогонный аппарат. Он мне напоминает самогонный аппарат, а вообще это называется охладитель Митрофанова. Митрофанов изобрел прибор, в котором по краям стоят трубы с ледяной водой и еще этот барабан весь вращается. То есть охлаждается эта масса творожная и под воздействием вращения и тяжести самих этих мешков отделяется жидкость и получается уже готовый творог. Так, пока я вам рассказывал про охладитель Митрофанова, я пропустил, как делают творожную массу. Ее сначала через мясорубку в творог прокручивают, а потом мешают эту смесь, добавляя туда какие-то любые фруктовые ингредиенты. В данном случае без меня добавили туда изюм. Но так как никто не видит, а изюм здесь есть, я вам покажу, как это делается. И вот эта порция будет с повышенным содержанием изюма. Не будет соответствовать ГОСТу, но зато будет очень красиво. Кому-то достанется более вкусная творожная масса. Но я вот, слава богу, что меня никто не увидит. А если кто-то застукает, как я здесь нарушаю ГОСТ, меня отсюда выгонят, и вы не увидите, чем все это заканчивается. Поэтому я умываю руки. Таким образом, Светлана, мы выяснили, что домашнее и промышленное производство творога мало чем отличается. У вашей бабушки марля, а на молокозаводе охладитель Митрофанова. Хотя у бабушки почему-то получается вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин